Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир, и сегодня в эфире с вами Виталий Тирон. Сегодня мы поговорим о науке, о том, чего же нам ждать в ближайшем будущем, ну или в скорейшем времени. И поговорим о науке вместе с учеными-мужьями. Это Семенов Юрий Иванович, генеральный директор Актемского научного образовательного центра. Это Павлов Василий Климович, ректор Малакадемии наук Республики Саха-Якутия, центра по работе с одаренными детьми, доктор философии по генетике и молекулярной биологии. Это Семенов Юрий Иванович, извиняюсь, повторяюсь, Шейн Алексей Анатольевич, кандидат биологических наук, ученый-секретарь Института биологии и Хлебный Ефим, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Института биологии. Итак, я думаю, беседа у нас сегодня будет довольно интересная, живая. Ну, начать я хочу все-таки немножко с обобщенной темы. Юрий Иванович, у меня такой вопрос. Поможет ли наука жить человеку долго и бесконечно? И вообще, чего нам ждать в ближайшем будущем? Ну, сама суть науки заключается в том, что она помогает именно человеку жить. Безусловно, вся цель науки заключается в этом. И сегодняшние открытия, открытия, которые были сделаны до этого, они всегда помогали именно человеку, чтобы он жил комфортно, удобно, был здоровым, помогал медициной и так далее. Это все на основе достижения науки. Если в целом вообще сказать о роли науки в жизни человека и человечества, то, безусловно, она продлила жизнь. Это, во-первых, создает условия комфортные. Вообще, если по-простому сказать, все, что вокруг нас окружает, в том числе, что на нас надето и так далее, это все достижения науки и мысли человека, которые есть. Поэтому самое главное, одно из самых главных сфер человеческой деятельности, безусловно, является наука и человеческая интеллектуальная способность человека. Ну, это понятно, что вот все, в том числе, какая прическа сейчас на вами, это, возможно, заслуга науки. А чего нам ждать в ближайшем будущем? Ну, в ближайшем будущем сегодня очень много направлений. Вообще, если вот не зря у нас коллеги биологи, потому что 21 век считается веком биологии, биотехнологии, 20 век он был веком физики и так далее, это энергетика. И как сумасшедшим, быстрыми темпами развивается. Вот мир стал очень узким сегодня, очень маленьким, доступным. Вот представьте себе, например, я из Актемцев, 50 километров до Якутска, 1917 год. Люди это расстояние преодолевали за 2,5 дня. 1967 год. Люди преодолевали это расстояние за 3,4,6 часов. 2017 год, 100 лет прошло, люди преодолевали это расстояние за 38 минут. За 2,5 сутки я могу весь мир обойти. Даже науки, науки. То есть мир становится очень узким, маленьким и каким-то есть. То есть впереди транспортный вопрос, перемещение, возможно, он является одним из самых актуальных. Мы можем, будем жить и работать в Актемцах, вернее, жить будем в Актемцах, а работать буду в Нью-Йорке. Потому что за несколько минут я буду перемещаться за это расстояние. Это одно из самых главных. Если вообще нужно будет перемещаться. Если вообще нужно будет перемещаться. Может быть, все виртуально будет, да. Вообще виртуальный мир сегодня это одно из самых таких направлений, где есть. Сегодня можно сидеть, переписываться по WhatsApp, где-то телефоны. Можно вообще с человеком или даже не знать, что это человек или не человек. То есть тоже удивительное направление. Второе, это, конечно, медицина. Потому что мы сегодня мечтаем жить кто-то бесконечно, кто-то 100 лет, кто-то 150 лет. Но вот могу сказать один из простейших примеров. Например, до изобретения пенициллина, ну, одним из факторов, которых является, 21-20, начало первого, четверти 20 века, люди жили 40-50 лет. После пенициллина 40-70 лет. То есть один ученый подарил человечеству целых 30 лет. Изобретение атомной бомбы и его испытание первое, применение его в ходе Великой Второй мировой войны в Японии полностью поменяло геополитическую структуру мира. Теперь не надо содержать 2-3 миллиона человек, а этих одевать, кормить, лечить, обеспечить, отправлять на отдых. Понимаете, один Курчатовский институт обеспечил ядерный щит России, благодаря которому сегодня, может быть, и живем так. Такой вопрос. В республике тоже наука не стоит? Она изучается, какие-то новости продвигаются? Естественно, и в республике очень много институтов, которые были и в советское время открыты, и в 90-е годы открыты. Вот только взять один институт проблем нефти и газа, это где работают достаточно с огромным опытом люди, молодые. Их открытие в области новых материалов, например, это уплотнители, которые имеют возможность работать при низких температурах. Вообще мы живем в уникальной природной зоне, когда очень холодно, металл не выдерживает. Резина не выдержит эти температуры, она лопается. Вот человек, удивительное существо, живет при любых условиях, и вот они смогли добиться, чтобы при минус 50, 40, 60, вот не лопалась резина, и машина, техника не ломалась. Поэтому есть и другие достижения. Есть еще и другие институты, допустим, институт биологии. У нас сегодня двое ученых, которые как раз института биологии. Ну, наши граждане знают, где находится институт биологии, но чем занимаются, я думаю, не все в полной мере осознают. Можете рассказать, каким вопросом занимается институт? Ну, во-первых, я хотел сказать, что сейчас разговор идет о том, как изменить мир к лучшему. Но, скажем, в нашем институте в том числе занимаются вопросами сохранения того, что сейчас есть. В частности, одно из направлений института – это сохранение биоразнообразия нашей уникальной северной природы, биоразнообразия растительного, животного мира. И еще один аспект, который бы я хотел отметить, это то, что сейчас в науке нет отдельно биологии, химии. Сейчас прорыв совершается в тех областях, где идет интеграция. Метопредметный подход. Да, это какие-то многофункциональные продукты создаются, скажем, совместно с физиками, биологи, медики создают какие-то методы лечения, методы диагностики. Скажем, если с математиками, то здесь используются все возможности вычислительных, скажем, технологий для того, чтобы просчитать прогнозы. В нашем институте, в частности, из таких примеров по нашей деятельности, это, скажем, использование GPS-навигаторов для того, чтобы посмотреть пути миграции животного населения, пути миграции птиц, в том числе для отслеживания влияния, скажем, хозяйственной деятельности человека в тех местах, где проходят какие-то добычи, разработки и так далее. Это в рамках республики, да, вы как раз измеряете? Это в рамках республики. То есть здесь можно с помощью определенных датчиков, не выезжая с города Якутска, грубо говоря, проследить, каким образом тот или иной фактор может повлиять на поведение. Например, вот, допустим, построили какой-то новый завод, да? Что произошло со стадом? Куда-то оно убежало, да? Ну, например, если пришел человек и началась хозяйственная деятельность, понятно, что здесь происходят изменения по растительности, по животному населению. То есть, ну, явно изменился ареал обитания. И вот задача ученых, биологов заключается в том, чтобы проследить, то есть провести мониторинг того, как повлияет то или иное воздействие. И самое главное, дать рекомендации, как минимизировать влияние, в том числе человеческого фактора, в том числе каких-то производственных вещей. Можете подробнее рассказать про влияние? Почему это важно? Почему этим вопросом занимается ваш институт? Ну, поменяли они место в свое расположение? Ну, и поменяли. Ну, вообще, наша природа, она уникальна как по качественному, так и по количественному составу. То есть, то, что произрастает и обитает на нашей территории, это, ну, скажем так, уникальное явление. Точно такие же виды, скажем, они редко могут встретиться где-то в южных. К нам бизонов завозили, по-моему, успешно. Это уже, да, это вопрос акклиматизации, здесь уже, ну, такой вопрос. Это, кстати, плохо, неплохо? Потому что они, получается, с собой заменили какой-то другой вид, наверное. Нет, здесь все продумано, то есть и кормовая база, здесь поработали ученые, и наши российские, и зарубежные, и опыт переняли. Поэтому вот как раз-таки комплексный подход вообще к вопросу, в том числе, акклиматизации, он здесь играет важную роль. То есть, не всегда изменения могут принести что-то плохое, да? Да. Понятно. Но в то же самое время, еще раз отмечу, что вот сохранение, скажем, вот первозданного вида природной среды, это является в наше время очень важной задачей. И здесь как раз-таки наши сотрудники принимают очень активное участие в этом решении. По-моему, в истории нашей страны были случаи, когда русло рек меняли направление, по-моему, в Китае тоже до сих пор так делали. Да, и в Сахалинской области, и на Камчатке было, это примеры были совершенно неудачные, если честно. Это, потому что, вот не зря говорят, почему природа уникальна? Она потому что очень хрупкая и очень ранимая. Один раз танкерка прошла экспедиция, все, 25 там должна восстановиться. Других южных регионов прошли через несколько месяцев там есть. Очень короткий вегетативный период, очень влажность маленькая, и поэтому очень хрупкая природа. И поэтому даже всего планетарного масштаба изучения, экологии, восстановления его в таких наших суровых условиях является очень большой фундаментальной задачей, которой занимается Институт биологии. И он очень хорошую вещь сказал. Все метапредмет, сегодня физика как таковой нет, сегодня медицинская физика. В нашем Северо-Восточном федеральном сети есть такая специальность, уже готовят биохимия. И так далее, они все очень взаимосвязаны. Вы можете себе представить, что сегодня не просто строят дома. Вот почему нам очень сложно накопить капитал и быть богатыми. Потому что мы строим дом, и он через 40-30 лет разрушается, семент падает, и нам надо строить новый дом. А вы представьте себе, новые материалы разработают, и этот дом будет стоять 700 лет. Через год еще построили, через год. Вот почему Европа, они из камня строят, у нас нет камня. Поэтому здесь нам надо включать мозги, разрабатывать новые технологии, новые материалы, которые были бы очень, так скажем, устойчивые. А мы строим уже лет 100 из одного и того же материала? Ну, лет 100, конечно, мы лет 100 вообще не строили, так были балаганы и так далее. Но, представляете, вот как наука продвинула, да, 20 век, это огромная революция здесь есть. И вот здесь Василий Климович мог бы очень интересно рассказать, что происходит в области генетики. Потому что мы раньше только вот листья изучали, разновидности, но вот в 20 веке мы опустились до клетки. И вот специалист в области геномных исследований, выпускник Московского госуниверситета Ломоносова, Василий Климович, может открыть нам очень большие... Василий Климович, я просто не могу не спросить после такой рекламы, чем вы занимаетесь, что вы изучаете? Ну, я наукой уже давно не занимаюсь на самом-то деле, да. Дело в том, что я сейчас являюсь ректором Малой Академии Наук, это работа с одаренными детьми у нас в республике. Но, фактически, значит, я работал при, значит, правительстве, был помощником первого президента республики Саха Михаила Фимовича Николаева. Ну и, соответственно, значит, был еще и заместителем министра внешних связей. Значит, все время был связан с государственной деятельностью, да. И как раз наша республика, она всегда в этом плане была передовая, потому что хотела развивать науку. Но все время это уже с отцов-основателей пошло дело, да. И я думаю, мы продолжим выбирать такие разговоры про науки, но уже только после рекламы, дорогие телезрители, не переключайтесь. Через две минуты мы вернемся в эфир. Дорогие телезрители, мы снова в эфире. И, Василий Хлимович, вас так некрасиво прервала реклама. Попрошу продолжить. Ну, наша республика всегда, да, с самого начала ее основания, значит, правительство, уделяло огромное внимание развитию науки. И как раз впервые в истории Российской Федерации произошла, вот как раз была организована комплексная экспедиция научная, которой уже будет 95 лет. И она, значит, была таким уникальным опытом. Правительство наше туда вложило деньги большие, оборудование даже покупали в Англии. Экспедиция куда? Экспедиция, значит, в Якутии изучение наших природных, также каких-то потенциалов развития. Это была очень огромная экспедиция Академии наук России. И принимали участие очень много известных лиц, известные люди с мировым именем. И как раз она и положила начало развития науки в республике. И вот сейчас мы как раз идем по той очень красивой такой тенденции развития, да, так сказать, по той нити, которая уже была заложена с началом основания нашей государственности. И вот как раз в 90-е годы, когда все очень бурлило, было тяжело и трудно по всей нашей России, матушке, наше правительство как раз и начало вкладывать еще больше средств и возможностей на развитие науки. То есть деньги всегда находили для науки? Ну, пытались, искали все возможности, чтобы это сделать. Потому что знали, что будущее всегда будет связано с развитием науки. И вот очень уникально у нас есть такой вот огромный пласт научных исследований, которые мы провели благодаря правительству республики Саха. Это исследование области генома человека. Начали с 1994 года. 1994 год. Все безумно заняты экономическими проблемами. В это время республика Саха занимается тем, что вкладывает свои небольшие средства, но очень умно, конкретно и адресно в исследование в области геномных наук, генома человека. И поэтому сейчас мы имеем очень большой задел в этой области. 64 тысячи исследованных отдельных случаев. И благодаря этому мы увидели, что из себя представляет геном наших людей, нашего народа, что там есть, какие болезни и прочее. И сейчас есть возможность все, многие вещи решить и даже вылечить. Потому что мы сейчас уже переходим на очень интересную тему. Это клеточная медицина. Это передовые отрасли, которые медицины, которые мы здесь развиваем в Якутии уже. Это как раз вы говорите про геном человека, да? Можете простым языком рассказать, что это даст нашим горожанам? Дело в том, что... Да, это проект был очень такой большой, международный. Это говорит как раз проект, который доказал, что наука существует только в взаимодействии с огромным количеством исследователей. Проект, который принял на себя почти 150 миллиардов долларов. Там участвовали больше 100 стран. Россия тоже принимала участие. В конце концов, мы смогли расшифровать первый геном человека. Уже к началу 2000-х годов. Но сейчас расшифровка одного генома стоила тогда полтора миллиарда долларов. А сейчас это стоит всего 1000 долларов. И огромные существуют заводы, фактически фабрики, где это все происходит. А сейчас у нас возможность такая, что мы можем создать государственную программу по расшифровке генома уже новорожденных детей. Мы можем предсказать, какие болезни есть, какие у них способности и прочее. Это все, если это будет заниматься государство, будет как раз личная его тайна. Кстати, в то же время оно даст возможность ребенку развиваться очень быстро и находить возможности для лечения тех болезней, которые у него есть. И также рассмотреть те способности, которые у него есть. То есть сейчас чуть-чуть подождем, и вот эти аппараты, они уменьшатся в размерах, подешевеют, и просто человек, не обладающий миллионами долларов, может сделать анализ. Но тут должен быть очень системный государственный подход. Мы как республика, которая небольшая, и в то же время каждый человек у нас очень имеет большую ценность. Поэтому мы очень хотим, чтобы возможности современной геномной медицины, клеточной медицины, как раз помогли нашим людям развиваться, улучшать себя. Чтобы умные головы не уезжали в центр России, или если вы уезжали, то возвращались к нам? Ну, чтобы умные головы не уезжали в центр России и прочее, мы должны создать здесь уникальные, хорошие условия. Что нужно для этого делать? Да, экологическую чистоту, возможности, ну, качество жизни должно быть уникальное. Жить в домах и так далее, инженеры строили хорошие, красивые дома. И для этого нужна и наука. Да, вот для геномной инженерии, вот если добавить, то вот их фундаментальные исследования выявили генетические заболевания, в том числе народа Саха. 20% оказалось, что мы глухие, к определенному периоду мы страдаем глухотой. Это почти каждый пятый человек, ну, это следствие того, что мы жили очень локализованно, и браки были достаточно смешанные, поэтому есть такие, как у евреев есть, у других народов. Это особенности генетические заболевания. И вот я как раз хочу напомнить, да, так сказать, что это все произошло благодаря тому, что мы создали базу. И вот был создан национальный медицинский центр, да, так сказать, который помог этому. И плюс появились у нас кадры, да, для этого была такая проведена большая работа. И сейчас мы делаем научную работу, работы, наши ученые делают, которые печатаются в Nature, это самым известным научным журнале в мире. Вот нету в России таких лабораторий, которые бы напечатали 4-5 статей уже в течение нескольких лет, которые есть у нас в Якутске. Институт биологии в каком году? Получается, был построен и начал свою активную деятельность. Институт биологии основан в 1952 году. 1952 году. И сейчас активно развивается, в том числе, вот сейчас Ефим Сергеевич может рассказать о биотехнологических разработках нашего института, которые, ну, житель республики. Уже можно себя опробовать. Или уже, может быть, даже опробовал, да? Да, да, да. Ефим Сергеевич? Да, значит, ну, здесь вот много говорили о том, что наш институт, в том числе, занимается сохранением экологического, скажем так, благополучия, биоразнообразия. То есть, как бы, одна из задач – это сохранение естественной среды обитания человека. Поскольку, как мы всё-таки животные, к этому же не говори, да? А все животные, они существуют в виде таких биоценозов. То есть, это комплекс, состоящий из живых, неживых факторов. То есть, для того, чтобы нам хорошо существовать, нам необходимо, чтобы вокруг нас было разнообразие животных, то есть, которые бы поддерживали этот статус здесь. А второй параметр, который необходим для того, чтобы, скажем так, человек хорошо себя чувствовал, это его внутреннее содержимое. То есть, это внутренний состав его клеток, состав его, в том числе, и ДНК, вот про то, что говорили. То есть, когда уже есть некий геном, который у человека, и по его особенностям могут существовать те или иные кетогенетические заболевания. То есть, если они есть, то они уже есть, это уже необходимо использовать какие-то подходы и методы для того, чтобы купировать каким-то образом эти состояния. Второй подход – это увеличить, скажем так, разнообразие и его внутреннего содержимого человека, то есть, его, скажем так, компонентов, клеток. Путём внешнего воздействия, да, допустим? Путём внешнего воздействия. То есть, это то, что в народе обычно называют биологически активными добавками. БАДы. То есть, это те вещества, которые вызывают некие эффекты внутри организма человека. Эффекты отливают всякие разные, всевозможные, разного направления действия, интенсивности и прочее, прочее, прочее. А поскольку для нашего населения, ну, как уже много раз говорили, у нас уникальные условия и климатические, и природные факторы, и, соответственно, животные растения, которые существуют, обитают на территории нашей республики, они, опять-таки, тоже уникальны. То и для человека, который живёт в этих условиях, будь то коренное население или будь то пришлое население, необходимы как раз компоненты из вот этой, опять-таки, уникальной природной среды. То есть, грубо говоря, для того, чтобы делать БАДы, нам необходимо делать эти БАДы из нашего же природного сырья. То есть, из нашей природы взятых растений, из нашей природы взятых животных. Вы имеете в виду из того, что обычно... Из того, что живёт и произрастает на территории... Республики. В нашей республике, да. То есть, допустим, ну, это давно ещё было известно, что, например, косметические средства, которые производятся, например, где-нибудь там во Франции, имеют свой состав, они не очень хорошо действуют на кожу, допустим, женщин, которые живут где-нибудь в средней полосе России или в Европе. Даже если там написано натурально всё, но натурально для французов. Да, то есть это подходит для французов. Интересно, я не думаю никогда о таком. Это подходит для француженок, например. Для наших женщин это подходит не так хорошо. То есть для того, чтобы на кожу наших людей хорошо действовали какие-то косметические средства, это должно быть произведено из нашего же, нашего природы. Я с немножко говорю, вот сейчас очень популярны там кокосовые всякие разные масла, но так как у нас кокос не произрастает, для нас это немножко чужая земля. Даже не привык, расщепляет, нам эти что-то там, экстракт ромашки. В нашем случае, если мы, допустим, говорим про масла, то для нас больше подойдёт, например, какой-нибудь медвежий жир, ну, если грубо говоря. Олень. Ну, не олень, а скорее якутская лошадь, наверное, больше будет подходящий. То есть что-то в этом духе. Ну и как раз вот в нашем институте ещё тоже в 90-е годы, когда вот мы изучали, ну, то есть природу начали изучать уже в 60-х годах, и к подобным выводам уже пришли, в принципе, ну, на конец, грубо говоря, в 80-х годов. В 90-х решили сделать свои биопрепараты из своего же сырья. Институт. И наш институт, непосредственно нашей лаборатории, тогда её руководителем был Кишенгольц Борис Моисеевич, и при его непосредственном участии был разработан первый биопрепарат из пантов северного оленя. Так как он называется? Он называется Эпсарин. И зачем он? Значит, в то время было, скажем так, очень популярны различные аналогичные препараты типа пантокринов, ну, в общем, грубо говоря, использование пантов оленей, оно, в общем-то, давно известно как источник биологически ретинных веществ. Но именно из северного оленя таких препаратов не было. То есть в нашей лаборатории был сделан первый вот этот препарат, который является водно-спиртовым экстрактом из пантов северного оленя. И как давно уже? Ну, вот где-то с 90-х годов он уже производится, то есть имеются все документы, разрешающие его производство, реализацию, употребление населением и так далее, и так далее. Это не какие-то специальные, нужно быть, показания для приёма, просто для поддержания? Нет, это отличие, допустим, чем отличаются биологические добавки от фармпрепаратов. Тем, что фармпрепараты, они проходят очень длительную систему стандартизации, куча проверок, и в конечном итоге это должно быть какое-то одно вещество, действующее вещество. То есть если вы любую инструкцию возьмёте, любого там аспирина какого-нибудь, да, то есть аспирин, там действующее вещество, отстатилсальцевая кислота. То есть это один компонент, к которому добавляются различные добавки-наполнители, там типа там какой-нибудь глюкозки и ещё чего-нибудь, то есть просто чтобы это нужно было употреблять. То есть это фармпрепарат. Биологическая добавка к пище – это комплекс, который состоит из многих компонентов. То есть поэтому, допустим, апсарин, он представляет собой многокомпонентную смесь. То есть там есть и минералы, и витамины, и всё-всё-всё-всё-всё. То есть много чего. Поэтому у него и эффект тоже многогранен. То есть не один какой-то узконаправленный, а как вот мы его называем, допустим, это как стимулятор или биостимулятор. То есть он позволяет человеку, грубо говоря, весь свой потенциал адаптационный, то есть иммунитет опять-таки тоже стимулирует или просто адапционные резервы, грубо говоря, увеличивает. То есть вот это вот всё. Я понял. Для меня, честно говоря, новость такая, что хоть вы работаете с 80-го года уже, этот препарат производится, но я не знал, что у нас производится такие республики. Ну, это не единственный препарат. Я думаю, об этом мы сможем поговорить ещё в следующей нашей передаче. Занимайтесь наукой, дорогие телезрители. На этом наш первый раз подходит к концу. Всего доброго и удачного рабочего вам дня. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok